Сегодня видному общественному деятелю, а домой из основателя демократического движения Кыргызстана, обладателю медали Данг Джипару Джекшееву, исполнилось 70 лет. Юбиляра поздравили его соратники, близкие, друзья и наша съемочная группа. И в день рождения у Джипара Джекшеева много дел. Встречи, ответы на письма. Председатель Совета Аксакалов Кыргызстана Дуэлюбек Садыбеков пришел поздравить соратника с юбилеем. «Я знаком с ним с 1989 года. Джипар Джекшеев всегда болеет за страну, открыто выражает свои мысли. Он один из выдающихся сыновей своего народа». Джипар Джекшеев нес большой вклад в развитие демократии и гражданских преобразований в Кыргызстане на заре суверенитета. Свою борьбу за свободу и независимость он начал задолго до распада Союза. Но впервые 26 мая 1990 года появилось оппозиционное движение ДДК. «В то же самое время, где-то в конце мая, в июне, мы создали движение Ашар. И это одно с другим очень тесно приплетается, связано, понимаете. Это логическое развитие дальнейшей. С общественной организацией мы перешли уже в политическую плоскость, создав демократическое движение Ахарстана. Внести свое предложение, оно нашло отражение в первой конституции независимого Ахарстана. Многие сейчас не случайно вспоминают, что это был самый лучший конституции в 1993 году». Джипар Джикшеев, безусловно, является одной из ключевых фигур в политической истории новейшего Кыргызстана, говорит Айдар Гучкунов. «Это один из основателей демократического движения Кыргызстана. Он внес большой вклад в разработку и принятие судьбоносных для страны законов. Джипар Джикшеев внес вклад в развитие Института защиты прав человека в стране. И сегодня сложно представить, что бы было в стране без таких, как он». Джикшеев считает, что сейчас кыргызстанское общество слишком политизировано. «Не все проблемы в жизни человека связаны с властью и чиновниками», – говорит общественный деятель. «В целом он доволен преобразованиями, которые произошли после апрельской революции. Чтобы прийти к парламентской форме правления, мы пережили акцийские события. И две революции», – напоминает он. Нургуль Саматова, Тимур Сады Галиев, Общественный Первый канал.